Всем привет, друзья! Очередное видео для вас. Интересное, как всегда, видео, которые нужны пчеловодам. Итак, подготавливайте дневнички, записывайте, ставьте лайки и тому подобное. Итак, первое. Называется статейка из журнала «Пчеловодство. 1960 год. Номер 3. В поисках пыльцы». Описывает один человек. В 1959 году в нашей местности была необычная ранняя выставка пчел. Ну, это там у них выставка пчел. Происходила 20-21 марта. Пчелы уже дружно облетелись. В начале апреля я шел по улице и увидел в колее массу пчел. Они облепили льняную макуху в крошке, раздавленной автомашиной. В крошке, раздавленной автомашиной. Часть жмыха макухи я принес домой и положил на пасеке возле поилки. Буквально через 5 минут на нее начали слетаться пчелы. Они ввелись над ней, складывали мелкие пылинки в корзинки и с обножкой возвращались в улицу. Колхозный кладовщик жаловался, что в помещении, где хранилась макуха, нельзя было ходить из-за пчел. Как только зацвел орешник, пчелы переключились на сбор пыльцы с него. Итак, друзья, обратите внимание, по весне пчелы очень сильно страдают от того, что в них нет пыльцы или недостаток этой пыльцы. Этих витаминов семья очень плохо развивается. Поэтому обратите внимание, где, что и как можно сделать. Вот человек пишет, что этот вопрос очень серьезно заинтересовал его. И еще одна статейка такого порядка. Очистка сотов от старой перги. Нередко случаи, когда пчелу забивают пергой хорошие соты настолько, что не в состоянии их использовать. Со временем перга подсыхает, имеется в виду та же самая пыльца, теряет свой и ценное качество, продолжая оставаться в сотах, что делает их непригодными для выращивания расплода и складывания меда. Для восстановления сотов я применяю простой способ. Тупым ножом соскабливаю ячейки с пергой, оставляя неповрежденными основания сота. Среднюю стенку очищаю щеткой и промываю водой. Рамку ставлю в улей, пчелы охотно ее отстраиваю. Вот такая вот, если обычно таких бывает немного, и одна, две, три, ну может десяток рамок. Если на каждой пасеке там наберется, может двадцать, то это можно произвести. Итак, еще прочитаем одну интересную статейку. Эта статейка называется «Медоносные растения». Это растение называется «Окопник». «Окопник». Ленинградская областная сельскохозяйственная опытная станция ввела в культуру дикорастущее растение «Окопник шероховатый». Это многолетнее растение, что интересно, очень удачно, если оно многолетнее. Из семейства бурачниковых. «Окопник» быстро отрастает после зимы и уже в мае дает много крупных сочных листьев, которые при скармлении скоту не уступают по питательности клеверу и веко-овсяной смеси. После скашивания или стравливания на корню «Окопник» быстро отрастает и дает за лето 4-5 укосов. В хозяйстве опытной станции «Окопник» уже ряд лет хорошо развивается на одном и том же месте, давая с ранней весны многоценного зеленого корма, когда потребность животных в таком корме особенно велика. Эта культура оказалась незаменимой при кормлении свиней всех возрастов, что интересно. Друзья, кто любит разводить свиней, это хорошее, как говорится, растение. Не менее ценен «Окопник» и как медонос. «Окопник» вырастает в форме куста высотой 1,5 метра. Листья ее продолговатые, сочные, шероховатые на ощупь. Зацветает он в первой половине июня, и цветение продолжается до месяца с половиной. Ну, значит, до 1 августа. Вот, приблизительно он цветет. Ну, хороший это как раз период, который середина лета выгодный. Крупные светло-лиловые окраски, обильные цветки, собранные в кисть. За время цветения пчелы охотно посещают окопник, собирая сегодня цветков в нектар. По использованию пчелами окопник скашивают на силос. А в сентябре он отрастает и дает много оттавы на зеленый корм. Отрастание окопника после укоса в среднем происходит через 1-1,5 месяца, в зависимости от тепла и влаги. Размножают окопник или семенами, или отрезками корней. Вегетативно. При размножении семенами необходимо помнить, что семена плохо хранятся, быстро теряют схожесть, а поэтому их надо высевать в год сбора. Выясенные весной семена дают редкие всходы. Посев производят в хорошо подготовленную, одобренную почву широкорядным способом, с расстоянием между рядами в 60 см. Норма высева 6-7 кг на 1 гектар при глубине заделки 3-4 см. Из семян растение развивается сравнительно медленно и требует поэтому особенно тщательного ухода. Поэтому подпочтительно разводить окопник посадкой отрезков корней или черенков. Чтобы получить черенки окопника, 2-3 летние кусты его выкапывают лопатой или выпахивают плугом. Разрезают вертикально по числу побегов и глазков. Побеги и листья у стеблей обрезают на высоте 3-4 см от корневой шейки. Удаляют также нижние тонкие корни растений. Из 1-2 летнего куста можно получить до 20 черенков. Черенки высаживают на расстоянии между рядами в 60 см и в рядах на 30 см. На гектар идет до 50 тысяч черенков. Посадку производят в срок от 1-й половины мая до 1-й половины июня. Черенки можно высаживать даже осенью, но не позднее 1-й половины сентября. Так как посаженные позже черенки не укореняются до наступления холодов и могут погибнуть. Сажают под плуг через бороздок, как обычно производят посадку картофеля. Глубина посадки черенков 8-10 см. При ручной посадке черенки высаживают лунки вертикально. После посадки черенков под плуг почву прикатывают, а при ручной притаптывают. Окопник в первый год развивается главным образом корневую систему и урожай зеленой массы не дает. Только на второй и третий год после посадки он дает 400-600 см зеленой массы зектара и обильно цветет. Ввиду того, что окопник может хорошо произрастать на одном и том же месте в течение 10 лет и более, плантацию надо закладывать на участках вблизи пасек около парников. По вопросу получения семян черенков можно запросить хозяйство Белогорка, Ленинградская область, принадлежащее научно-исследовательскому институту Северо-Запада. Но это было в то время, сейчас я не знаю, где взять эти семена. Ну, обычно сейчас хорошо работает интернет, я думаю, попробуйте найти семена на интернете. Весьма интересное растение вблизи пасеки и годится на корм животных и свиньям. И, в общем, хорошее растение. Итак, друзья, благодарю вас за внимание, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До следующего видео будем стараться подобрать подходящий материал, нужный для развития нашего пчеловодства. Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok